И сразу готовлюсь я к интервью с Борисом. Борис, приветствую тебя. Привет, привет всем. Как всегда, конечно же, без вип-камеры, но с отличной хотя бы аватарочкой присоединяется к моему сегодняшнего интервью по поводу HON 3.1 патча Бориса. Он же карбюратор, он же Куа, и его лицо, в принципе, нам всем известно, потому что он ездил с котами уже дважды на Ланы. Красавчик, молодец, привет, Борис. Здорово. Скажи мне, Борь, что думаешь вообще? Давно уже, еще с НТ играешь на 3.1? Ну, в смысле, давно. Ну, недавно. С пятницы, с пятницы. Ну, как она вышла, я сразу зашел, почитал сперва внимательно ченч-лок, попытался все это запомнить в голове, но с первого раза все равно не получается адаптироваться к таким рода изменениям. Там, Хеллбрингер, ну, можно запомнить там Хеллбрингера три ульты, а есть еще некоторые нюансы, которые менее заметны, потому что Геомансеру ульту там сделали короче на всех левелах. Но это, я думаю, со временем все придет. Скажи мне, Борь, какие твои впечатления были от первой игры на локпике на HON 3.1? Ты знаешь, на самом деле я еще не играл пока на локпике, и даже на банпике не играл, но в целом впечатления от 3.1, ну, такое громадное прям, громадные изменения не сказались. То есть, в принципе, играешь тот же самый HON, единственное, теперь бегаешь на любую руну и там по-любому что-то берешь, а так, в целом, игра такая же. Ну вот да, походы за рунами слегка изменились. Действительно, ты сначала берешь одну руну, довольствуешься, а потом думаешь, может, вторую не забрали тоже, пойду тоже посмотрю. Ну да, но с одной стороны ты больше времени теряешь, но это уже другой нюанс. Но ты всегда остаешься как бы в каком-то, на какой-то стороне карты, грубо говоря, так. То есть, ты можешь пойти зарядить боты и дальше пойти фармить, тебе не нужно постоянно на базу бегать, регениться и опять портиться куда-то. В целом, это экономит время твое. Ты можешь его использовать намного рациональнее. Что ты думаешь по поводу нововведенных героев? Конкретно мне интересует твое мнение, например, про Бушвака. Что ты думаешь о нем? Ну, Бушвака себя еще покажет. У героя есть потенциал, он очень противный, быстро очень фармит. Но с другой же стороны, S2 попытались убрать именно вот этот долгий фарм, поэтому не знаю. Именно сейчас, возможно, как фармило до этого патча он был крутой, сейчас, может быть, он будет хуже. В том плане, что он хуже Ганга, чем, например, тот же самый Солстис. У него стана нет. Ну, вот, например, Гена и Толя, в смысле, Гесху и Блесс считают, что Солстис не войдет в логпик. Да любой герой, на самом деле, может зайти в логпик до тех пор, пока не поймут, как его использовать. Это мое мнение такое. Ну, на самом деле, ты, конечно, действительно прав. Это однозначно. Знаешь, что еще мне хотелось бы услышать вообще по поводу эмоций дальнейших? Даже как-то я потерял вопрос. Вспоминаю. Ну, во-первых, потому что он 15% бустит абсолютно любой. Любой скилл, любую тычку, любой итем. Ну, то есть, даже, там, собираешь тот же самый Винг Воу, он тоже, даже этот, ну, как, любой итем он усиливает. Поэтому он и популярен. Я тоже смотрел как-то стрим с Вингла, и он собрал эсеру. Эсеру после ПТ, там, буквально накидки и ботл, нет, даже без ботл, сразу гримор. И они просто пошли мид, сломали три таверки подряд. Они просто не могли остановить этого эсера. Он кучу демеджа выносил. Постоянный реген маны. Ну, как шестой слот, это, по сути, лучший итем. Ну, да, по сути, действительно, даже давно-давно на тесте и в стриме несколько раз говорил о том, что даже тому же Хаммершторму с шестым слотом, на удивление, нет более эффективного альтема. Любому герою с шестым слотом, именно гримор лучше идет всего. Кстати, о Soul Reaper. Обратил ли ты внимание на его изменения? Я сегодня даже уже став комьюнити играл с Soul Reaper, показывал, как это работает. Но вот мне интересно твое мнение по поводу эсера и изменений, знаешь ли ты о них. По поводу того, что вначале я говорил, что я не все изменения запомнил, поэтому ты можешь напомнить мне, что ему лично, но что ему конкретно изменили. Тогда даже я расскажу. Soul Reaper стал просто царским, как по мне. И теперь его третий скилл, который регенил ему ману, умеет регенить ману впрок. То есть сверху на той маны, которая у него есть. И его можно включить либо на автокасс, тогда он каждого добитого крипа будет тебе по 48 маны регенить, либо можно 10 стаков сохранить и залить не только себе, а кому-нибудь еще. Они типа не кончаются. Вот, Макс, ну, то есть ты можешь выключить, но тебя не будет регенить с каждого удара, с каждого крипа в смысле. Но 10 стаков будет висеть, и ты либо себе можешь 480 маны залить, либо кому-то другому. И вот только что в определенных играх мы играли там с Гаунтлитом, который даже на 16-м левеле имеет всего 600 маны. И он юзнул чилис, я ему дал 480, а он фулл мана. И это, конечно... Да, это очень жестко, да. Не говоря уже о том, что и сам СР, сам Soul Reaper, он хоть и, в принципе, интавик, но он чаще тарится в танка, и у него не то, чтобы огромный мана пулл... Да, у него кончается мана, это сильно бустанет. А скиллы дорогущие. И вот сейчас тоже бегаешь, бегаешь... Да нет, больше скиллов будет выдавать. А у тебя 500 маны запасных. То есть ты расхилял, расхилял, расхилял всех, потом бабахнул себе 500 маны, и ульту сможешь вмазать еще. А там 500 это кап или как? 480 кап там, да. 10 стаков, а по 48. Это все равно сильно очень. Это очень круто. И даже каким-то критичным хиллером, какой-нибудь Джерику не хватает на ульту, например. Это такой классный буст, потому что, по сути, никто. Кстати, тогда, получается, нимфора стала юзлесс. Соотносительно этого ее перестанут брать, это убьет ее. Но нимфоре не нужно добивать крипов. Ну, тоже верно. Поэтому, но СР, как вот соло формила на линии, как даже семи такой вот формила, он же, ну, как бы на агрессивное дабле, на которое он все-таки формила, он будет помогать, потому что если крипы у него, то он саппорту своему манку сможет давать без проблем, если, например, его не харасит. То есть тот же Глацик будет все время с маной бегать, та же Алуна сможет повертровать все время, если СР крип контролит. СР очень сильно этим патчем расширили спектр. То есть, ну, возможность игры сделали шире. То есть раньше я знал, что там нужно забанить таких героев, взять этих героев, эти герои мусор и так далее. А сейчас, в целом, я думаю, что мы будем видеть на всяких матчах, на всяких, да даже в пабах там, такое разнообразие героев, такое разнообразие именно сборки и темов, что к этому привык, привыкать нужно будет не один месяц, я думаю, пока реально люди не поймут, как правильно играть в этот хон. Как, ну, даже правильно вот в интервью, в деф-блоге, который есть у нас на портальчике, на Хонгарино.ру, там есть интервью с ВАЗой, ВЗА которой, и вот он правильно сказал, что, конечно же, этот патч это в большинстве случаев снег на голову компетити в игрокам. То есть, в первую очередь, турнирным ребятам, которые сейчас действительно разгребают это изменение. Ну да, это нужно подстраиваться, это нужно думать очень много, запоминать, я не знаю, ну, я действительно думаю, что не один месяц уйдет на правильное принятие решений в пиках. А потом, как вот только что Гена сказал, выскочит опять какая-то старая забытая Мунквина, только это будет не Мунквина, а тут вдруг там флингбисты там начнут уметь играть, вдруг вот, да, вот вдруг, и это тоже как-то что-нибудь перевернет, потому что, если ты помнишь, там, четыре месяца назад Мунквин вообще никогда уже не пикали, а потом герой неожиданно появлялись. Хидден баны обязательно. Люди додумывались, правильно начинали играть, и уже это было не остановить, поэтому, как бы, не исключено, что будет то же самое, но С2 оттянули этот срок. То есть, в ближайший месяц такой герой не выстрелит. От фигура нужно понять, как играть в этот хон, а потом уже кого-то застанавливать. Что-то, да, восстанавливать события. Но говорят, что сейчас самый востребованный герой, это именно Перл. Ее или банить, или пикать, потому что играть пикать невозможно. Либо бан, либо пик. Это с этим я, пожалуй, соглашусь. Так и есть. Кстати, по поводу, поскольку я очень в последнее время особенно люблю тебя на Офелии, и очень отмечаю часто твою качественную игру, поскольку ты знаешь, что у меня тут локальная моя любимая Офелия Эркин есть, но у вас с ним абсолютно разные силы игры. И вот уже три месяца, как я доношу ему, в чем его ошибка. У него отличный микро, отличное понимание ганка, но вот он никогда не хочет на Офелии фармить. Вот он считает, что Офелия может всю игру бегать с арморными ботинками, макро страдает чутка. Микро хорошее понимание, хорошее макро, оно тоже важно за Офелию. Так вот, собственно говоря, хотел я с тобой обсудить некоторые изменения патча, тоже, опять же, если ты не читал, я расскажу тебе. Я помню, там Офелия, темпост, понижение пуш-потенциала и дебаф, дебуст, как это, понижение первого скилла дерева, вот эти вот несколько вещей, твое мнение. Так, ну, понижение дерева, в принципе, сильно не сказалось, он все равно такой же противный, но его хотя бы сейчас легче, чуть-чуть пробивать бы, там, по-моему, четыре армора или два срезали на последнем, на всех левелах даже. Ну, и хотя бы появился у него каст тайм, фейт тайм, в смысле, первого скилла, потому что по нему вмазать еще одну тычку, хотя бы можно. Вот еще. Ну, от этого фейт тайма, по сути, проку нет, потому что сейчас Даст есть, который, ну, как бы, его сейчас будут постоянно юзать, и плюс ко всему, еще ревелы с первой минуты, поэтому на фейт тайм, в принципе, по барабану. Что касается темпост, то это давно нужно было фиксить, всех лесников пофиксили, там, Варбиста, Бальфагора, Гибера, грубо говоря, регенятся. Это тоже правильное изменение. Ну, и касательно Афели, да, ее срезали так неплохо. Она на, сколько там, 600, по-моему, лечит крипам, да? На первом на 600, на втором на 900, на третьем 1010. Ну, это на самом деле правильное изменение, потому что на первом левеле выходишь, у тебя там остается по 50 хп его крипов, и ты хилишь их на максимум. Это было слегка нечестно. Ну, и крипам чуть меньше хп. Это станет неудобно Афелии, ну, слегка, игрокам на Афели, но честнее относительно команд, которые против нее играют. Потому что влить тонну там нюков, и потом она их выхиливает за раз, слишком амбалансно-то. Ну, и на самом деле, просто тот же Чесси, как известно, я думаю, нашим зрителям в том числе, и я думаю, тебе тоже, это топ-1 Афелия мира, в принципе. Конечно, я знаю. Он действительно очень хороший, отменный игрок на Афели. И вот Чесси сказал, что единственное большое изменение, которое он на себе почувствовал, это то, что он теперь не сможет так же эффективно на там шестом левеле, седьмом левеле фармить Конгора на восьмой минуте. И вот он говорит, что хотя это и редкие случаи, но вот Конгорам теперь посложнее. Хотя, в принципе, с пушем все равно Афелия крутецкая. Нет, она, конечно, пуш-потенциал остался такой же, но тяжелее самой Афелия стала пушить с этим изменением на хил хотя бы. Ну, и как бы, то, что порезали крипам, хп тоже не сильно изменилось. Ну, там 100 хп, это не очень критично на самом деле. Смотри, тут же на пуше, что немного его останавливает, базилки по нёрфеле, если ты помнишь, Ring of Teacher. Да, я что-то помню про них, что они стали хуже, но не хуже относительно самого носителя. Как-то так, да? Да, самому ему столько же армора, но аура меньше на один. Что для крипов и для пуша, особенно раннего пуша, который с Афелия иногда и с Темпостом практикуется, там, не знаю, на пятом левеле регулярно, это чуть-чуть будет сложнее, что, в принципе, тоже неплохо. Ну, а что ты думаешь... То-то они брали ранние пуши, да. Да, ранние пуши чуть прибрали, хотя при этом как бы ганг-потенциал, в общем-то, пытаются забустить. Мне очень нравится то, что призывают как бы этим патчем гангать фармил, что все про-игроки и так понимают, в принципе, да, а новичкам теперь это будет понятно хотя бы финансово, потому что 0-0-0 мунку им всё равно будет выгоднее убить, чем 0-10-0 глацека, например. Причем миллион раз. Там же ещё, по-моему, от ГПМа, который имеет кэрри, есть его гангой, что там больше буст денег, вроде так. Вот я недавно сыграл, и у меня был там сильно выше ГПМ, и у меня была первая смерть, за которую без серийных убийств, без ничего, 470 галл из-за меня дали. Да, неплохо так. В принципе. На самом деле, я даже сегодня на Горене проиграл на этом патче, и я сыграл 3 игры, все проиграл по той самой причине, что просто люди не подстроились. Они до сих пор играют старый Хон, который был ещё вчера, ну, на Горене. Они их пытаются фармить, не хотят пушить, не хотят тимфайтиться, каждый бегает сам по себе, пытается кого-то убить. Ну, думаю, время придёт, или не перестает. Я тоже надеюсь, очень надеюсь, что к групповым действиям этот патч хоть немного людей поддвинет, да, подтолкнёт слишком. Вообще, С2, наверное, сделали этот патч не то, чтобы призывать там людей гангать, а просто сделать его максимально зрелищным, чтобы постоянно был контакт. Война! Я как стример, ты же понимаешь. Можно по варду, даже вот этому антиварду, который готов с первой минуты, уже понять, что они хотят экшена просто с первой минуты, чтобы пошли антиварды, или дрались за споты, контролили какие-то точки на карте и так далее. Кстати, сразу давай обсудим три важных айтема с этим связанных. Во-первых, ТП-шка. ТП-шка, да, полезный буст. И это как бы замедлило, по сути, реакцию на ганги на ранних левелах. Замедлило реакцию. То есть, по идее, повысило возможность убить героя на линии, потому что на одну секунду больше времени необходимо для того, чтобы на ТП-шиться на первый тавер. Ну, первый тавер он просто такой. Там обычно часто перевороты бывают. Не знаю, на самом деле, я пока ещё не ощутил секунда, не секунда. Вчера играли на Инте, и там меня пытались забрать тоже. Я стоял на Соло-лайне, меня пытался забрать в Войт Салуны, и всё равно под куполом, под палкой, под липом всё равно мои ребята успели портнуться и забрать тех, кто меня убивал. Хотя я даже при этом выжил. Пока не знаю, как это сильно скажется. Смотри дальше. Также, тебе, как, в общем-то, человеку тоже поедающему собак на вопросах саппортинга, так сказать, скажи мне, что ты думаешь, во-первых, по поводу нового Даста, который мы только что с тобой обсудили, ну и, конечно же, по поводу нового Гема, который получил над головой шарик у его носителя. Преимущество Даста тут просто налицо, дают трусайд, кулдаун 30. Я в восторге просто. Это замечательный темп, даже его можно использовать не против, так сказать, невидимок. Можно просто там, чтобы чувак тебе не джукал в кустах, просветить его Дастом и там с легкостью убить. По сути, это только плюсы. Что касается Гема, ну не будет теперь такой явной доминации на карте. Можно ставить варды очень хитрые и не бояться, что их собьют. То есть там, сколько кулдаун, минута, по-моему, это, по сути, действительно скилловое изменение, такое, которое даст хорошим варджерам, таким продуманным, возможность видеть карту. Ну и, кстати, это даст больше, наверное, потенциального внимания команд друг к другу. То есть сейчас они будут внимательнее. Команда вардит. Просто на одних антивардах не напасешься. То есть раньше, как было, покупаешь Гем, там сбил 4, в принципе. Ну, то есть он окупается, конечно же, после 7 вардов, но ты сбил там 4 варда, уже у соперников нету вижена, нет контроля, ты можешь делать все, что хочешь. А сейчас ты покупаешь Гем и ты можешь не сломать ни одного варда. Кстати, подбивается он не 7, а с 14 вардов, они же по 50 копеек. Но, кстати, теперь контрварды стали платными, с них тоже теперь дают 25. Много, но тоже приятно. Конечно, приятно. Смотреть контрвардами, вардами по всей карте тоже в этом смысле нет. Но и Гем, то есть он будет медленнее окупаться в связи с этим изменением. Ну, сразу для зрителей поясню, что же мы с Бори только что обсудили. Гем теперь не видит варды просто так пассивно. Видит он варды только если его юзнуть. Тогда в течение 10 секунд примерно как даст такая же механика у него, он будет видеть варды в радиусе вокруг себя. Соответственно, теперь просто так пробегая мимо вардов, вы их не увидите. Их нужно именно целенаправленно искать. И это слегка забустит как бы вардинг и немножечко даст возможности вот так вот ставить неожиданные варды, которые тяжело найти. Может быть они даже меньше будут видеть, но дольше простоят. Это уберет еще Абу с файдой. То есть она не сможет в инвизе бегать и видеть варды. Это тоже честно на самом деле. Ей придется юзануть, чтобы увидеть. Соответственно, возможно выйти из ультыш. Или рядом кто-то должен юзать. Там возможно сколько длится действие гема. 10 секунд. То есть она может нажать гема и войти в ульт. Может так она увидит. Но дело в том, что еще я, кстати, не знаю механику, светит ли он эти 10 секунд в радиусе вокруг тебя или только в этом месте, где ты его знул вокруг себя? Кстати, да. Я тоже пока не знаю насчет этого. Это вопрос, да. Потому что, наверное, 10 секунд все-таки вокруг тебя он видит. Потому что иначе было бы совсем как Даст. Даст, а юзнулся, никаких 10 секунд не идет речь. Ну да. Поэтому. Вот так вот. Ну, в общем, твое финальное мнение по поводу того, что произошло и классно ли это будет? Мое финальное мнение, что действительно игра стала интереснее. И мне опять появился какой-то интерес. если неделю-две назад я уже не знал, как играть в эту игру. Все одно и то же. Все как-то однообразно все надоело. А сейчас я наоборот хочу узнать, что же получится, как же можно интереснее пикать и, соответственно, смотреть интересные игры. Да, смотреть я искренне надеюсь. Будешь ли следить за G1 Pro? Сожалеешь ли, что не попал? Да нет, не сожалею. Я был рад принять участие. Побеждают сильнейшие. Мне было интересно играть его. Ну а следить, конечно же, буду. Болеть за все команды. Не предвзято. Тебя вербуют уже каким-то командам, скажем? Нет, никто не вербовал. Да не думаю, что нужно куда-то меня вербовать. Но дело в том, что в Кэтсах, как всегда, минут без одного. И есть слушок, что и в Итсах тоже не все имеют возможность поехать. Не знаю, не знаю. Посмотрим потом. Я сам не знаю по поводу своих планов относительно вот этих дат на DreamHack. Поэтому, может, у меня самого не получится. Ну а крутая перспектива просто так поехать, если что, вдруг? Ой, я уже наездился. На самом деле, это не очень круто летать туда 7 часов, туда обратно 8 часов. Или в Швецию там 3-3 туда. Ну 3-3 это другое. Не то, что предыдущее. Это, конечно, круто поиграть. Это хороший опыт, но это еще утомляет. И отвлекает от личных планов. Ну, в общем, посмотрим, как будет. Окей, спасибо, Боря. Привет котам, привет Кристине и услышимся. Хорошо, спасибо. Всего доброго. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok